То, что в Саратове развивают водные виды спорта, еще раз доказали юные спортсмены на базе яхт-клуба. На Зеленом острове для учеников школ, которые занимаются парусным спортом, были организованы веселые старты. Полтора часа две команды боролись за победу. Кто ее завоевал, выяснила наша съемочная группа. Настоящие болельщики и настоящие яхтсмены. Самому старшему из этих детей 10 лет. Но каждый из них уже не мыслит себя без парусного спорта. На базе яхт-клуба Зеленого острова проходят соревнования для начинающих спортсменов. Веселые старты собрали под свои знамена больше 30 человек. Юные яхтсмены признаются, этот вид спорта для них самый любимый. Друзей у меня много, нахожу их очень легко и со всеми тут очень интересно. Мне кажется, что когда вырасту, я очень хочу яхту иметь свою и вот хочу на ней сама ходить. Чтобы управлять яхтой, нужно быть сильным, наставляют тренеры. Поэтому в соревнованиях есть этапы, где важна не только сноровка, но и выносливость. Но самое главное состязание, конечно, связано с яхтами. Командам нужно правильно поставить парус и приготовить судно к отплытию. Когда все сделано, самые опытные отправляются на Волгу ловить волну. С каждым годом, говорят тренеры, у них появляется все больше подопечных. Спорт в Саратове сейчас активно развивается и городские власти этому активно способствуют. С появлением базы на Зеленом острове появляется с каждым днем все больше детей, желающих заниматься парусным спортом и вообще водно-спортивными видами спорта. Сегодня заниматься стало проще. С базы убрали катера, которые мешали тренировкам. За детей теперь не переживают, говорят родители. Занятия водными видами спорта поощряют не только они, но и городские власти. Условия для тренировок юных спортсменов будут продолжать улучшать.